так первые потери в общем снял помидорки а на них образовалась вершинная гниль вот больше я не нашел я другие тоже просматривал в общем я так не увидел вроде бы вроде бы нету вершины гнили больше и знаете какой заболел у меня вот у меня привиты а рядом с ним не привиты бычье сердце внизу нормально а вот вверху 2 3 короче кисть начали болеть ну я удалял проверил тот нормально в общем сейчас я обработал таким слабым раствором противогрибковых препаратов я два там использовал в общем все больше я так не видел ну вот в общем вершинная гниль тоже есть это в общем проблема когда избыток влаги в закрытом пространстве но в данном случае у меня не закрытое пространство мне тут проветривается но все равно видать из-за того что много накапливается влаги избыток вот появилась вершинная гниль но и обработал в общем все вместе вот надеюсь что больше не будет так что не досчитался такого количества огромного количества урожая вот остальное пока более-менее вчера друзья я пришел на дачу и прикиньте забыл свой телефон дома и записывать не на что было рассказать есть что в общем я же показывал что у меня на помидорах появилась вершинная гниль она в принципе и осталось еще есть вот но как оказалось это не так допустим это страшно да как это малюет вот допустим до вершинной гниль вот еще где-то я видел какой-то вот он пока что два ну я короче с перепугу думал вот даже еще еще появился с перепугу подумал что это грибковое заболевание оба оборвался и обработал слабым таким раствором противогрибковых средств ну потому что у меня уже помидорки они краснеют и мы снимаем для покушать в общем вершинной гниль это тогда когда кальций неадекватно усваиваются томатом вот допустим рост томата чтобы прокачать кальций как строитель вот этих вот клеток для сам них томатов вот нужно создавать давление в этом в растении а если вы его заливаете да то и допустим в теплице не на улице именно если в теплице здесь влажность сто процентов то тогда этого давление она не возникает в этом в томате потому что она не может нормально испарять соответственно не прокачивается кальций но может это вот по одной причине а по второй причине это когда слишком много аммиака да у вас допустим вы внесли органические удобрения и там много допустим аммиака да как вот у меня солома и этот навоз и из-за этого потому что аммиака он похож на структуру кальция соответственно растение идет в рост вот а вместо допустим кальция приносится аммиак плодам и начинается из него попытка строить допустим эти клетки и не получается кальция не хватает вот и соответственно появляется вершинная гниль ну и в основном этим страдает в основном крупноплодные томаты вот допустим у меня пока что я нашел вот на этом бычьем сердце и может быть вот признаки такого появления допустим вот вот на этом вот есть еще можно внести кальций я вчера уже вносил но он плохо растворяется это альгин кальк это из морских водорослей сделан он плохо растворяется с водой и не знаю успеет ли допустим усвоить этот кальций или нет сегодня я попытаюсь заехать в магазин есть в общем такая вода в которой количество кальция большое и попробую этой минеральной водой если я куплю она продается в рыве и называется ремер квеля кажется так в общем синяя зеленая и красная бутылка в соответствии там слабо газированная газированная и не газированная вода вот нарисован такой римский шлем и в нем большое содержание кальция и вот попробую купить допустим нам пару бутылок и пролить именно вот эти вот томаты чтобы компенсировать недостаток кальция и там кальций уже растворен и он быстро доступны других допустим кальций продуктов у меня меня в общем спрашивали что это за штуки я купил в кауфланде за подешевле ну вот вот она штука одевается допустим на на вот эти вот подключение на защелки до от обычные отличается тем что вот здесь вот такое приспособление для того чтобы сильно не гнулся и не вылазил смесь крепления шланг это что в нем есть аква стоп если вот я включил вот допустим мой брызгает до поливал к я снимаю и вот здесь потихоньку вода выходит наружу да вот вот это вот аква стоп так он приблизительно и работает вот как только если мы подсоединяем обратно все это подождите что за фигня почему не работает опа сейчас буду разбираться все понял вода не открыта вот вот теперь открыто вот теперь под давлением брызгает вот теперь я открыл соответственно давление есть она держит все закрыто я опять ой одеть так не получится нужно две руки ну в общем так эта система работает и я говорю я доволен то что она по 1 евро потому что от той же самой гордыны точно такая же стоит больше пяти евро сегодня я собрал несколько крупных хороших огурчиков отнес домой завтра еще будет ну вот они подрастают сейчас я наверно пролью газон я смотрю что там моим томатом воды достаточно все остальное тоже пролито но вот пролью еще немножко газон и пойду там решил вычистить я вот этот вот синичник здесь на вишне который и я обнаружил в общем в одном этом один птенец погиб покусаны или его пытались вытащить не смогли вытащить синицы вот или он последний был кем-то скушен в общем сейчас мне еще нужно будет один почистить потому что вот в том синичники у меня там остались я ну а вот этот вот смотрите видите с этими с яйцами там получается семь яиц и плюс вот это вот непонятно кто-то был скушен или это принесли вот эти вот непонятно в общем может быть даже кого-то и съели соответственно яйца не это не высиделись хотя я слышал что эти птицы они в общем ну летали кормили вот возможно даже был птениц может быть даже и вылетели а из-за того что эта семья скандалистов вот остальные яйца не просто-напросто не высидели они больше летали гонялись за другими чем высиживали свои яйца соответственно сколько получается у меня полноценно вылетела раз-два две семьи эти без одного птенца эти практически без потомство может быть даже кого-то здесь съели не знаю